310 делегатов от Гомельской области приняли удел в работе 6-го Усебелорусского народного схода. На протягу двух дней обмерковывались основные направления социально-экономичного и громадско-политичного жития краины. Выником посяжения стало принятие резолюции и звороту. У Палаца Республики працевали и наши корреспонденты. До Усебелорусского народного схода Гомельская область трехтовалась грунтовно. И размова не только об выборе 310 делегатов. У районах было проведено каля 600 диалоговых пляцовок. З выше 300 огушенных на их пропанов передадзены у рабочую группу по подрыхтовце Республиканского форума. А праша таго, каля 800 пытания было огушено на громадских приемных. Подчас работы 6-го Усебелорусского схода президент краины пропановал делегатам яшера замерковать темы, которые сегодня хваляют всех, основанные на прамке социально-экономичного и громадско-политичного жития краины в современных реалиях. Где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию? Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей, социальной поддержки нашего населения? Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Не обязательно только те, на которых акцентируем внимание мы в руководстве страны и нашем правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь, все должно быть открыто и реально. Нам бояться некого. Первое. Не голые теории рассуждения и красивые слова, а конкретные меры, которые дадут результат. Для нашей экономики и для наших людей. Второе. Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан политической жизни страны. Подумать над возможностью корректировки основного закона. Как я уже неоднократно об этом говорил. Еще одна тема. Распределение властных полномочий. Усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям. Обеспечить постоянную, эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить и из жизни, и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно. Ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки. Мы за этот год научились понимать, что та страна, в которой мы живем, очень ценна. И если ее не сохранять, если не идти намеченным курсом, мы можем много чего потерять. И именно в речи президента практически в каждом постулате, который он говорил, это звучало. Поэтому сегодня, возвращаясь на Гомельщину, мы видим те задачи, которые надо делать. Мы знаем, куда надо идти. У выниковой резолюции пералишиваются прайоритетные на прамки державной политики на эту пятигодку. Поляпшение якости життя насельництва, створение новых вытворчастей и модернизации иснующих, поляпшение транспортной инфраструктуры и поглубленная перепрацовка местовых ресурсов. И максимум самое главное для районов – региональное развитие называется прайоритетным накерунком державной политики. Пор, конечно, будет, прежде всего, это на промышленность. Резервы есть еще у нас в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, больше внимания уделим мы социальной сфере. Потому что забота о человеке – это прежде всего. Это уделим внимание достойное медицине, образованию. Ну и, конечно же, воспитанию нашего подрастающего поколения. Много у нас сделано, конечно, в районе, но много еще предстоит сделать. Шастливая семья – яше один державный прайоритет. Узмазнение традиционных семейных каштонностей, якея, заснованная на физичном и духовном добробыте, выховании детей и створении комфортных умов для життя. Причем створаться такие умовы будут непосредственно по месту жихарства людей. Часть такой работы выполнили. Спасибо нашему губернатору. Он помог, выделил средства. И мы в каждом районе сделали универсальную, крупную спортивно-игровую площадку. Кстати, они пользуются очень хорошей популярностью, большой популярностью. Я это сам неоднократно видел, когда и дети, и взрослые, и подростки, там, всех возрастной категории гамячане отдыхают, занимаются спортом, развлекаются. Ну вот я хочу, и то, что президент сказал, это должна быть действительно программой действий. И до питания экономичного развития. Сгодно с решением 6-го Сибелорусского народного схода, ключевыми факторами станут эффективное размиркование ресурсов и развитие организаций всех формов властности. При этом работникам державных предприемств гарантуется уповненность в заховании працовных мест. Особным родком у принятой резолюции делегаты окресли такие важные для всех моменты, як справедливое ценотворение, примальные тарифы на основные послуги, эффективную занятость и годную оплату працы. Мы еще четко для себя поставили задачи, которые определены президентом. Это, в первую очередь, инвестиционные проекты, которые ставятся перед губернатором. Ну и, конечно, это развитие тех проблемных вопросов, которые нас сегодня волнуют. Это, в первую очередь, сельское хозяйство. Мы видим, что у нас здесь есть проблемы, и мы должны его развивать. И, конечно, самый главный вопрос – это строительство жилья на селе. Ну и, конечно, мы не снимаем вопросов, которые сегодня связаны с реализацией Чернобыльской программы. Президентом поддерживается данный курс, и программные документы мы активно реализуем. И в текущем году в Хойницке, на Волянском районе, мы это, и в Брагинском, это все реализуем. Поэтому задачи поставлены, будем выполнять. Олег Санцюров, Сергей Краснобород, Валера Игапанько, телерадио-компания «Гомель» из Минска.